Добрый вечер, уважаемые телезрители! Это программа «Диалоги» и я, ее ведущий, Альвий Каримов. Сегодня у нас в гостях заместитель председателя комитета Совета Федерации, Российской Федерации по международным делам, господин Зиаш Сабсаби. Сиад, ас-салам алейкум. Вы вручили главе Чеченской Республики Рамзану Ахматовичу Кадырову приглашение от шейха Мухаммада бин Заеда Аль-Нахаяна, в котором содержится предложение посетить в удобное для него время Объединенные Арабские Эмираты. В этом году это не первая поездка. На ваш взгляд, с чем это обусловлено? И какие перспективы у взаимоотношений между Объединенными Арабскими Эмиратами и Чеченской Республики? Ну, прежде чем рассказывать о приглашении, хочу еще сказать, что это и не последние приглашения в этом году, которые будут адресованы главой Чеченской Республики Рамзану Ахматовичу Кадырову. Как мы уже знаем, у Рамзана Ахматовича, у Чеченской Республики сложились добрые братские отношения с некоторыми странами Персидского залива. Это с Саудовской Аравией, с Объединенными Арабскими Эмиратами. И скоро с Салтанатом Уманом состоится тоже визит главы нашей Республики. А почему именно Абудаби? Почему приглашение от наследного принца, Абдунных Арабских Эмиратов, шейха Мухаммеда бен Зайда Аль-Нахьяна? Роял Компани, Роял Групп Компани, которые сегодня строят почти во всем мире, и в Афганистане, и в Ираке, и в Турции, в Египте, в странах Северной Африки, как мы уже знаем, приняли решение инвестировать в нашу экономику, в виде строительства гостиницы рядом со стадионом в городе Грозный. И что это за гостиница будет? Что за отель? Какой класс там? Это гостиница, класс, пятизвездный отель, предназначен для приема и футболистов, как болельщиков. Строительство, я думаю, начнется в этом году. Приглашение, я думаю, что... Почему сегодня это приглашение получил Рамзан Ахматович? Видимо, есть какие вопросы или другие проекты, которые наследний принц хотел обсуждать с Рамзаном Ахматовичем, и, возможно, для принятия участия в каких-то торжествах, которые в ближайшие недели должны произойти в городе Абудавы. А так, если по-человечески сказать, хочу отметить, что сложились действительно братские отношения между Рамзаном Ахматовичем и Чайхом Мухаммадом бен Зайдом, и мы на эти отношения смотрим положительно, смотрим с перспективы, что это только первый шаг. Строительство гостиницы, мы можем говорить, что это политический шаг тоже в нашу сторону, и этим мы не ограничимся. По-моему, они проявляют интерес и к строительству комплекса малоэтажного жилья, и здесь, как вы подчеркнули, видимо, это не столько обусловлено стремлением что-то заработать, а желание как-то внести свою лепту в восстановление поствоенной республики, видимо, это да? Вы правы, Альвы, потому что если бы они хотели построить эту гостиницу и уйти, покинуть республику, достаточно договориться с субподрядчиком, с какой-то строительной фирмой и построить. Но так как приехали открыть филиан, я с вами согласен, думаю, что это только начало, поэтому и на нас тоже возлагается большая ответственность, ответственно, серьезно относиться к тем инвесторам, которые приехали сюда, не искать прибыль. И шейх Мухаммад бен Зайд заявил официально, что мы едем в Чечню не для того, чтобы зарабатывать, мы едем, чтобы быть рядом с нашим братом, с Рамзаном Кадировым, быть рядом с чеченским братским народом и показать пример другим странам арабского и мусульманского мира, что можно и нужно приехать в Чечну, строить, инвестировать, что в нашем регионе безопасно и инвестиционный климат, если не лучше, но не хуже, чем в других регионах России и остального мира. Зайд Мухаммадович, как известно, вы все эти годы плотно, так, предметно занимаетесь вот этим направлением по поручению Рамзана Ахматовича. Ну, не почувствовав поддержку главы республики и еще раньше поддержку первого президента, Ахмад Хаджи, рахимахуллах, ни я, ни другой бы другой не мог выполнить те поручения, которые нам дают глава республики, руководство республики. Поэтому авторитет, который сегодня имеет чеченский народ в лице главы республики, очень высок, нас воспринимают и принимают, но мы сегодня гордимся тем, что в свое время Ахмад Хаджи, рахимахуллах, мог установить мост между Востоком и Западом, хотя Россия — это Восток, но я имею в виду исламский мир с Россией, и вы тоже были участником всех визитов, Ахмада Хаджи, рахимахуллах, в страны Ближнего Востока. Нам это дает сегодня дополнительный импульс, дополнительную поддержку, чтобы мы могли быстро, своевременно, эффективно решать все задачи, которые перед нами ставит руководство республики. Насколько вот эта роль, которую Чеченская республика играет на восточном направлении, вот ее шаги по укреплению связей с арабскими странами и Персидского залива, и не только, соответствуют целым интересам Российской Федерации. Внешней политике российского государства. Ну, знаете, это действительно факт, никто не может отрицать, что Чеченская республика за последние 6-8 лет играет доминирующую роль, важную роль в укреплении, я бы не сказал, установили, в укреплении связи между Россией и мусульманским миром. Я могу только некоторые примеры дать, когда, ну, допустим, руководство Ирака. Три года назад, во время совершения хаджа, Министер обороны Ирака обратился к Рамзану Ахматовичу с просьбой достучаться или передать информацию тогдашнему президенту Российской Федерации Путину Владимиру Владимировичу о том, что Ирак хочет восстановить военно-техническое сотрудничество с Россией. Но кто там мешает? Может быть, это в руководстве Ирака, а может быть, в определенных структурах России. — Ортикоалиция. — Совершенно верно. Поэтому я был свидетелем того, что Рамзан Ахматович мог довести эту информацию. И сегодня мы знаем, что Ирак постепенно восстанавливает сотрудничество в области военной техники, в закупке оружия, по всем этим направлениям. — Но экспорт оружия, большая часть, пополняющая бюджет России. Это важно для России. — Конечно. И вот, если взять другой пример, по Ливию, да, руководство Ливии каким-то образом тоже у нас были связи с ними, могли тоже довести до главы нашей республики определенные проблемы, определенные вопросы, которые затрагивают интересы России как к державе на Ближнем Востоке, в странах Северной Африки. И в свое время, или в своей очереди, Рамзан Ахмадович это передал руководству России. — Сеат Маламедович, вот раз вы подняли вопрос, связанный с Ливией, я хотел привести один пример. Сегодня мне позвонила одна знакомая девушка, журналист из Москвы. Она говорит, я поражена действиями тех, кто выставили тело покойного Муаммара Каддафи и приходит смотреть на это тело. Она говорит, я не могу понять, как рабы, мусульмане вот так поступают. Я, правда, пытался ей как-то объяснить, что это синдром толпы, что это, может быть, люди, которых туда провоцируют ходить, какие-то внешние силы и так далее. Но, тем не менее, момент очень неприятный. Вы знаете, что в связи с убийством Каддафи свою оценку высказал глава Членской Республики Рамзан Ахматович Кадыров. Он заявил, что, к сожалению, трагедия Ливии на этом не кончится, что тяжелые времена впереди. Насколько соответствует происходящее Ливии в целом традициям, обычаям, я сказал бы, и арабов отдельно, если народ взять, но если взять мусульман, то мусульманского мира. Это первый вопрос. И второй, вот вместе с этим, западная пресса называет происходящее на Арабском Востоке Ливия, ну и другие страны арабской весной. На Ваш взгляд, насколько это соответствует действительности, и следует ли расценивать эти события весной, а весна, мы знаем, что такое, или это все-таки зима, стужа, тяжелые времена, холода для столь жаркой территории арабских государств. Редактор субтитров Корректор А.Егорова